И утешителю души вестины, и живи с детствой, и вся исполняяй сокровища благих, и жизнеподателю принеси веселны, и очистины от всяких скверны, и спаси, блажен души наши, Господи, благослови наше занятие по слову Твоему, не допусти уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас также в любви друг к другу, единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, сейчас я камеру настрою. Так, сейчас я камеру настрою. Так, сейчас я камеру настрою. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 2 глава, 1 по 5 стихи. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. В тот час собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им Слово. Пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и не имея возможности приблизиться к нему за многолюдство. Раскрыли кровлю дома, где он находился, и прокопав ее, спустили постель, на которой лежала расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному. Чадо, прощаются тебе грехи твои. Толкование. Вера мужей, принесших расслабленного, была столь велика, что они проломали кровлю дома и испустили его. Посему и Господь подает ему исцеление. Видя веру сих принесших или веру самого расслабленного. Ибо и он сам не позволил бы взять себя, если бы не веровал, что исцелится. Впрочем, Господь часто исцелял ради веры одного приносящего, хотя приносимый не был верующим. И напротив, часто же врачевал ради веры приносимого, хотя приносящие и не веровали. Прежде всего отпускает он грехи болящему, а потом врачует болезнь. Потому что труднейшие болезни большую частью происходят от грехов. Как и в Евангелии от Иоанна, Господь производит от грехов же болезнь одного расслабленного. Этот упоминаемый у Иоанна расслабленный, есть не один и тот же упоминаемый ныне. Напротив, это два разных человека. Ибо упоминаемый у Иоанна не имел человека помогающего, а нынешний имеет четырех. Первый же был у купели Овчий, а этот в Даму, тот в Мусалиме, а сейф Капернауми. Можно найти и другие между ними различия. Но должно сказать, что упоминаемый у Матфея, глава 9, и здесь у Марка, есть один и тот же. Вопросы, пожалуйста, есть? В Ангелии от Марка, 2 глава, 6 по 12 стихи. «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так погохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» И Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют, себе сказали. «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному, прощаются тебе грехи? Или сказать, встань, возьми, в свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». Штолкование. Парисеи обвинили Господа в богохульстве за то, что Он отпускал грехи, так как это принадлежит одному Богу. Но Господь дал им и другое знамение Божества Своего, знание сердца Своих, потому что одному Богу известно сердце каждого. Как и Пророк говорит, «Ибо ты один знаешь сердца Сынов Человеческих». Второй Павлипоминал 6.30. Между тем фарисеи, хотя и было Господом открыто, что у них сердца остаются бесчувственными, и знающему сердца их не уступают того, чтобы он мог врачевать и грехи. «Тогда Господь через исцеление тела удостоверяет в том, что Он исцелил душу, то есть посредством явного утверждает сокровенное, и посредством легчайшего – труднейшее, хотя это казалось им иначе. Ибо фарисеи исцеление тела, как действие видимое, почитали труднейшим, а врачевание души, как невидимое, легчайшим, и рассуждали как бы так. «Вот обманщик, который отклоняет от себя исцеление тела, как дело очевидное, и врачует невидимую душу, говоря, прощаются тебе грехи. Если бы Он на самом деле мог исцелить, то, наверное, исцелил бы тело, и не стал бы прибегать к невидимому. Посему Спаситель, показывая им, что Он может совершить то и другое, говорит, что легче врачевать – душу или тело? Без сомнения тело, но вам кажется напротив. Итак, я исцелю тело, что на самом деле легко, а только вам кажется трудным. И тем уверю вас в исцелении души, что действительно трудно и кажется легким, потому только что невидимо и необличаемо. Так поступает Господь и с душевными немощами. Не только освобождает нас от грехов, но и подает нам силу для исполнения заповедей. Итак, и я, расслабленный, могу исцелиться. Ибо и ныне есть Христос в Капернауме, в Доме Утешения, в Церкви, которая есть Дом Утешителя. Я расслабленный, потому что силы души моей недейственны и невидимы во благо. Но когда четыре евангелиста возьмут и принесут меня ко Господу, тогда услышу слово Его – «Чада». Ибо я делаюсь Сыном Божиим через исполнение заповедей, и мне отпустятся грехи. «Но как принесут меня к Иисусу, проломавши кровь?» Что же кровь? Ум, как верх существа нашего. На этом крови много земли, черепиц, то есть земных дел. «Но когда все это будет сброшено, когда будет разломано и освобождена от тяжести силы ума, когда потом спущусь вниз, то есть смирюсь, я не должен возноситься вследствие облегчения ума моего, но по облегчению обязан не спуститься, то есть смириться, тогда исцелюсь и возьму одр мой, то есть тело, возбуждая оное к исполнению заповедей. Ибо одр, то есть тело, для день, ибо не только, простите, ибо не только должно восстать от греха и познать свой грех, но и взять одр, то есть тело, для делания добра. Тогда можем застегнуть и созерцание, так что все помыслы в нас скажут, никогда не имели такого разумения, как ныне, исцелясь от расслабления. Кто очищен от грехов, тот поистине видит вопросы». Идем дальше. Марка 2, глава с 13 по 17 стихи. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левиа Алфеева, сидящего у сбора пошли на говорительную, «Следуй за Мною!» И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ними ученики его и многие мытари и грешники. Ибо много их было, и они следовали за ним. Нижники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, «Как это он и ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду врачи, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Толкование. «По совершении чуда над прокаженным, Господь уходит к морю, вероятно, ища уединение. Но народ снова стекается к нему, позная же, что по той мере, как ты станешь избегать славы, она будет гоняться за тобой. А ежели ты будешь гоняться за ней, она убежит от тебя. Вот и Господь только что удалился к морю, как народ опять бежит вслед за ним. Однако он и отсюда ушел, и на пути уловил Матфея. Именуемый теперь у Марка Леви есть Матфей, так как он имел два имени. Посему-то Лука и Марк, скрывая настоящее имя, называют его Леви. Но сам он не стыдится, напротив, откровенно говорит о себе. Матфея 9.9. «Так и мы не будем стыдиться и открывать грехи свои». Леви сидел у сбора пошли, занимаясь но обязанностей своей или высказыванием или взыскиванием податей с кого-нибудь, или оставлением отчета или чем другим, что обыкновенно делали сборщики подати в местах своих занятий. Но теперь, как оказался, усерден ко Христу, что оставив все, последовал за ним и в великой радости созвал многих на обед. А фарисеи начинают винить Господа, представляя себя, конечно же, людьми чистыми. Вопросы? Игнат Ильич, есть слово? У меня слово есть. А почему у меня только есть, а у другого нет? Я всегда задаю вопрос, а ответов нет. Мы в Потеряевке точно так же идут исследования Слова Божия, занятия. Прочитали? Полное гробовое молчание. А там в каждом слове расширение можно дать на сегодняшний день. Конкретно. Вот что-то люди сегодня придумывают, говорят, а ты сравни во свете Библии, как оно получится. И вот этот случай, который был, как он к нам относится? Кого мы можем принести? Что означает бездвижение? Ведь отсюда, я не знаю, почему у Фифилакта даже это не написано. Не может ходить. Ноги даны для благовестия. Как прекрасны ноги благовестников, проповедующих мир, проповедующих благое. И вот ты посмотри, сколько сегодня парализованных. А кто их понесет? Теоретики, практиков-то нету. Не просто мало, а нету совсем. Все знают. Заканчиваются профессорские звания. Каждый сидит. Почему внутри Еремея другой дух был? Внутри меня, в костях моих, как огонь был разлитый. Я усилился, хотел молчать, но не мог удержать. А сегодня ни за какие коврижки не заставишь говорить. А зачем говорить? Лишь бы кодила в руках ходила. Ты посмотри, вот сегодня так называемые свидетели уговы попали под запрет. Государство их признало вредными. А что, они перестали ходить, перестали заниматься? Ничуть не бывало. Если в городе был один у них зал царства, то сегодня их может быть сотня. Ежедневно собирались по домам. Ну, можешь взять пример, чтобы не молчать. Тут не вопрос какой-то, а к каждому вопрос. Кому ты сегодня сказал о Христе? Да повода не было. Но это же не правда, повода не было. Сегодня есть интернет. Можешь выйти на улицу, на вокзал, на остановку. Ты можешь с соседом говорить. И всюду, и везде говори постоянно об этом. Если благовестия нет, то Антихрист уже зашел. Он этого и хотел, а уже этого не делает. Так и чего и ждать, когда дело Антихриста уже выполнено? Просто надо прикинуть маленько. В 632 году, в 632 году, 6 столетий спустя, после смерти Христа, умер Мухаммад, основатель мусульманства. 6 столетий, 6 столетий, это не 6 дней, и не было ни одного миссионера, подобного Кириллу и Мефодию, что послали его к тем народам, где возникло вот это учение. И встретились только уже под стенами Царьграда битва. Вопрос-то стоит сегодня точно такой же. На исповедь ходят люди, причащаются, а ничего не меняется. Я вот посмотрел тут ролик, беседует, и спрашивает, ты верующий? Да, я верующий. А где веришь? Ну, как где? Дома и на работе, и в церкви. Ну, назови, сегодня кого ты знаешь, чтобы мог сказать святой. Вот грешный, многогрешный, супергрешный, архигрешный, на каждом шагу я такой. А написано, будьте святы, как я свят. Это не просто поставленная планка. Апостол Павел говорит, послание к коринфянам. Приветствую всех избранных святых. То есть апостол Павел мог назвать, а мы нет. Но говорит, ты давно в церковь ходишь, да, многих знаешь, да, кто-нибудь святой есть, да Бог его знает. Ну, тебе и вопрос к этому. А вот теперь обезножили, ходить не может, а носить некому. Мы ни в одну притчу не вписываемся. Замучили сегодня с монашеством. Я говорю, а ты найди какую-нибудь притчу о монашестве. Царство небесное подобно женщине, которая взяла закваску, положила в примеры муки 13.33 мотвея. Самая короткая притча. Да коли не скисло все, любая хозяйка скажет, о, я это знаю. Он говорит, вот это царство небесное есть. Заквашивай вокруг. А как? А чего ж исповедуешь-то? Ты главный-то грех не спрашиваешь. Главное дело, если оставлено, то есть статьи, которые под смерть подводят и сегодня. Предательство, измена. Измена. А это предательство, измена предательства Христа. Нет благовестия, и не заставишь. Священник исповедует. На первом месте он должен спросить, было ли у тебя рождение свыше? Если было, то когда? Или как? С бабушкой в храм ходил и привык. Мне сегодня пришла одна женщина, ее некоторые тут не знают, она тут часто бывает. У нее муж был потеряемкий, жил, стал еретиком и ушел. И вот недавно они составляют ролик, вы можете его зарядить. Он называется так. Надо облечать Игнатия Лапкина. Название ролика по-русски, запиши себе. Надо облечать Игнатия Лапкина. И сидят они, беседуют со священником. Этот еретик все потерял. А рассуждает лучше, чем священник. Тот вообще не понимает. Вот посмотрите, я два раза прослушал, а с женой его сегодня говорил, да вы что, это так. Я говорю, он рассуждает лучше, хотя еретик, что-то сохранилось. Он простой вопрос задает. Ну ладно там, Игнатий не православный. А батюшка православный. Священник говорит, да православный. Так они в одной упряжке. Нет. А еретик-то говорит, это два пальца на одной руке. Да как так? Батюшка каждый год ездит, вот сейчас его нету, по монастырям, по мощам, а Игнатий никогда в жизни туда не ездил. Я еду только на благовестие. Так разница. И этот еретик говорит, разница в том, что у Игнатия было рождение свыше, крещение Духом Святым. И показывает идея, в Латвии заряди. Город Венспилс. В Латвии мы были на благовестие. А у батюшки, говорит, этого не было. Ну а как не было? Я батюшке-то и рассказываю. Отец Сахим, я говорю, вот. А он засмеялся и говорит, так у тебя вера-то пришла через страдания, через сердце, а у меня через заднее место. Как? Он говорит, в школе, в первом классе, учительница сказала, вы вырастите, будете коммунистами, хорошими людьми. А Бога нет. Он пришел за стол, садится и не молится. А мать говорит, а что это за новость такая? А Бога нет, я буду коммунистом. Мать отцу сказала, а отец с одной рукой, но головенку зажал между колен, то и ремнем стал ему прощищать заднее место. Батюшка говорит, я сразу тогда закричал и сказал, Бог есть, коммунистом не буду. У меня вера-то пришла, через какое место? Еритик это видит, священник ничего не слышит даже. Совершенно. Вот сегодня спроси, для погибели твоей самая опасная, какая категория людей? Ну, какая? Еритики. А Ян Златоуса спросили, кто он говорит? Никого не боюсь, кроме епископов. Никого. Вот и делай вывод. Как должны быть осторожны, и как надо вместе молиться об епископа, чтобы Господь их сохранил. Такое самодурство, такое обещание, такое самовластье, такие князья. Молиться надо, молиться, учиться надо. А разве можно научиться? Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. О чем просить? Мы, оболящих, только знаем просить. Сами, чтобы все нормально было. А святые больше и часто не об этом молились, а о врагах. Стоя на коленях перед мечом, просили у них минуты две помолиться за врагов. Главная молитва, первейшая молитва за врагов. Чтобы Бог усмирил, иначе, может, молитвы-то уже не будет. Отсекут голову. Вот и вопрос к каждому. Почему священники на исповеди спрашивают, благовествовал ли ты на этой неделе, в этот день? Как вот, так называемые, свидетели Иегова. А они на суде Божьем нас, может быть, будут судить. Что мы, еретики, Христа за Бога не признавали, а из-за двора в двор ходили. Самая быстро распространяющаяся секта благодаря проповеди. Проповеди ненастоящей. А люди-то другого они не знают. Вот и весь ответ. И весь вопрос. Последний наказ, самый главный. Господь уже ни слова не скажет. Прощайся и говорит. Итак, ждите обетованного Духа Святого. Облечетесь силою свыше, и будете мне свидетелями. Значит, не облеклись силой и сидят на одном месте. Профессиональная болезнь священников какая? Ноги, раздутые вены. Обезножили. А тех, которые бегают все время, у них ноги хорошие. У благовестников. Отошел. Продолжаем. Евангелие от Марка, 2 глава с 18 по 20 стихи. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят. Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? И сказал ему Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Толкование. Иоанновы ученики, как еще несовершенные, держались иудейских обычаев. Посему некоторые из приходивших ко Христу представляли их в пример и винили его за то, что ученики его не постятся наравне с теми. А он говорил им, ныне я жених нахожусь с ними, и потому они должны радоваться, а не поститься. Но когда я буду взят из всей жизни? тогда, подвергаясь напастям, они будут и поститься, и скорбеть, называя себя женихом не только потому, что обручал себе девственные души, но и потому, что называет себя женихом не только потому, что обручал себе девственные души, но и потому, что время первого пришествия его есть время не плача и горя для верующих в него, и тяжелое время, но успокаивающее нас крещением без дел закона. Людмила, они тебя. Выключите микрофон, Людмила. Да, секунду, сейчас разберемся. Куликова, которая... В самом деле, что за труд креститься? И, однако, в этом легком деле обретаем спасение сыны брачные суть апостолы, потому, что они сподобились радости Господа и соделались причастниками всякого небесного блага и утешения. Можешь понимать и так, что всякий человек, когда совершает добродетель, есть сын брачный и доколе имеет при себе жениха Христа, не постится, то есть не показывает дел покаяния, ибо зачем каяться тому, кто не падает, когда же отымется от него жених Христос, когда, то есть он впадет в грех, тогда начинает поститься и каяться, чтобы уврачевать грех. Вопросы? Идем дальше. Матфея Марков 2 глава 21-22 стих. Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, иначе будет вновь пришито, иначе вновь пришито отберет от старого и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надо вновь в мехи новые. Полкование. Как небелина, то есть новая заплата по своей твердости только раздерет ветхую одежду, если будет пришито к ней, так и новое вино по своей крепости разорвет старые мехи. Так и ученики мои еще не окрепли, и потому если обременим их, мы через это сделаем им вред, так как они понемощи своего ума, похожи еще на ветхую одежду. Итак, не следует возлагать на них тяжелой заповеди поста. Или можешь и так понимать Христовы ученики, будучи уже новыми людьми, смогут служить старым обычаем и законом. Ну вот сектанты не постятся и говорят, что мы теперь новая тварь. И бреются они, новая тварь, посты не нужны, борода не нужна, все новая тварь. И здесь также фифелак тоже берут и перетолковывают. Или можешь так понимать Христовы ученики, будучи уже новыми людьми, не могут служить старым обычаем и законом. Все, посты не нужны, фифелак нам так толкует, пожалуйста. Что вот им сказать новым тварям этим? Игнать Тихонич насчет поста. мне вопрос такой задавали в университете, одна пришла рассказывать подобную историю, как им доказать, что они не правы. я говорю, а что ты докажешь, когда они правы? Я говорю, ты... Ну, не было восемь столетий поста, жили же, спасались, доказательств никаких нету. А если уже брать по большому счету, то отнимется у вас жених, и тогда будет поститься. Вот когда учение Христово было затуманено всем, что нанесло в православие, стали поститься, потому что жениха-то потеряли. А тут теперь Матрона, тут потеряли совершенно. Вот этот преобразующее время, фильм-то, где он все о нравственности написал, один только не согласился. Нравственность какая? Ты скажи, воровать нельзя, потому что Христос Спаситель заранее сказал об этом. Только бы не пострадал кто как посягающий на чужой, а если как христианин, прославляй Бога. Увяжи эту нравственность со Христом, она от Него. Без Него она нет, она просто напыщенность, сентиментальность покрывается человеком, вот все жалеет, абсолютно все. И надо просто вернуться к этому и сказать, да, они правы, в данном случае и так. Но ответ один даю, я православный, тире, я тире православный, все, вопросы все отпали. Я этот пост соблюдаю, а он мне не нравится, я перешел на вторую ступень, дай мне любовь к этим постам. И теперь мне, вот сейчас бы собрались все патриархи в мире и Вселенский собор и решили посты отменить, а я все равно буду соблюдать, я уже без этого не могу. Я привык к этому, я знаю, они мне на пользу. По крайней мере, хоть дни недели не забываю. вот так во все Христос. Христос. Вангель от Марка 2 глава 23-28 стихи. И случилось ему в субботу приходить засеянными полями, ученики его дорогу начали сорвать колосье. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им, неужели вы не читали никогда, что делал Давид, когда имел нужду и взалкал самый бывший из них. Как вошел дом Божий при первосвященнике авиафарии и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Посему сын человеческий есть господин и субботы. Толкование. Ученики Господа срывают колосья, как приученные жить уже не по закону. Когда фарисеи стали негодовать на это, что Христос награждает им уста, указывая на Давида, который по нужде нарушил закон при архиерее авиафаре, бегая от Саула, пророк Давид пришел к одному, пришел к всему архиерею и обманул его, сказав, что он послан царем по крайней военной надобности. Тут он и ел хлебопредложения и взял обратно меч Голиафа, некогда посвященный им Богу. А значенных хлебов было двенадцать, они каждый день возлежали на трапезе, шесть на правой и шесть на левой стороне трапезы. Некоторые спрашивают, почему евангелист назвал здесь архиерея авиафаром, тогда как книга царств именует его авиамелехом, первая царств, глава двадцать первая. Можно сказать на это, что архиерей тот имел два имени, авиамелеха и авиафара. Можно объяснить иначе, именно книга царств говорит о тогдашнем иерее, о имелехе, о евангелистах, об авиафаре, тогдашнем архиереи, потому показания их не противоречат одно другому. В высшем смысле разумеет это так, Христовы ученики идут в субботу, то есть в душевном покое, суббота значит покой, следовательно, когда возымели свободу от страстей и от нападения бесов тогда совершают путь, то есть делаются и для других путеводителями к добродетели, срывая и искореняя всякие земные и низкие мечтательные произрастения. Ибо кто предварительно не освободится от страстей и не настроит себя к тихому образу жизни, тот не может путеводить других и быть для них вождем ко благу. Вопросы? Евангелие от Марка 3 глава с 1 по 5 стихи. И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его? Он же говорит человеку, имевшую иссохшую руку, стань на середину, а им говорит, должно ли в субботу делать, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Но они молчали и возрехнули с гневом, скорбя об ожесточении и сердец и говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул и стала рука его здорова как другая. Толкование. По случаю обвинения иудеев и учеников за то, что они в субботу срывали колоссия, Господь и примером Давида уже заградил уста обвинителям, а что и теперь еще более вразумить их, он чудодействует. Через это он выражает следующее. Вот как не повинны в грехе ученики мои, я и сам делаю в день суббот не являясь ей чудо. Ежели чудодействовать есть грех, то вообще и делать необходимое в субботу есть грех, но совершать чудо для спасения человека есть дело Божие. Следовательно, не нарушает закона и тот, кто делает субботу что-либо не худое. в переносном смысле суха бывает правая рука у всякого кто не творит дел правой стороны. К такому человеку говорит Христос встань, то есть отстань от греха и встань посреди, то есть на средину добродетелей, так как всякая добродетель есть средина, не склоняющаяся, ни к недоставку, ни к излишеству. Вопросы? У меня вопрос, Сергей Павлович. Пожалуйста. А вот помогать в воскресный день нам, христианам, старикам можно, немощным, сходь до стирки и уборки, как нас к этому придывают священники. В частности, наш отец Александр. Отец Александр призывает старикам помогать в воскресный день? Да, даже можно говорить в воскресенье. А вы не хотите старикам помогать в воскресенье? Ну, да, в другие дни. Мы же свободные, допустим, пенсионеры, еще другого дня нету, кроме воскресенья. Ну, так же и фарисеи рассудили, что других дней нету, в субботу исцеляешься. Похоже? Похоже. Что делать должно, добро или зло? Возрел на них гнева обожесточении свеждец? Ну, тут... Игнарь Тихоевич, рассудите. Вот священник призывает в воскресенье что там, стирать и что еще делать-то? Да, вроде как не возбраняется и постирать, и полы помыть, если для бабушки немощной. Ну, а тебя это смущает. Тебе хочется в воскресенье что-то чем-то более духовным заняться. Да, да. Ну, понятно. Грец ли это, Игнарь Тихоевич, обстирать бабушку в воскресный день? А почему это было не сделать в пятницу? Она правильно говорит? Мы шесть дней можем работать, а седьмой день для Бога. Там исцеление было. Один раз встретился, один раз в жизни. Христос уходит и больше никогда не придет. Зачем туда стирку какую-то считать? Он больной, такой останется лежать. Никак это не подходит к тому, что говорите. Под это можно что угодно. Давайте иди, надо дрова ему пилить, все остальное. Надо заранее все сделать, четко держаться. Я не знаю, Евгений Трапко, меня слышишь? Слышу, слышу, да. Вот насколько это действительно сегодня у евреев соблюдается в ресторанах два окошка. В одно подают мясное, а в другое молочное. Еще, говорит, ни одному человеку не удавалось за раз получить то и другое блюдо. Бери или молочное, или мясное, а в обед другое возьми. соблюдают это или нет? Молочное и мясное строго у них. Они даже в домах по два холодильника держат. Они не кладут вместе в один холодильник и мясное и молочное. Я же в армии служил, в армии там тоже строго холодильник для мясного, холодильник для молочного. Для них это преступление положить все вместе молочное с мясным в один холодильник. Ну да, соблюдается очень строго. А почему так? Знаешь, где такая заповедь? Про мясное и молочное? Да, что нельзя вместе. Несовместимость. Ну, в свое время тут, когда у мессианских евреев был, тут у нас дебаты ходили, рассуждали. Было такое местописание «Не вари козленка в молоке матери». Да. И как бы они как бы на это ссылаются, что это оттуда взято, ну, я не знаю, еще есть ли местописание, мы должны брать только из Ветхого Завета, конечно. Ну, конечно, они в Ветхозавете. И это действительно так, чтобы не было ошибки. А я не знал, ну, не знал, а сирота умереть должен был. Вспомните Иоаннафан, одержал победу, а Саул, отец его, заклял, в этот день кто вкусит до окончания, пока солнце закатится, повинец смерти будет. Дьявол забросил две петли, Иоанн Затаус говорит. В первую очередь клятва безумная была, а во-вторых народ поклялся, вторую клятву пришлось нарушать. И они отбили Иоаннафана. Так и здесь. И это не случайно было, это отношение старых к молодым, к роженицам, это широкая заповедь была. И чтобы случайно где-то не наткнуться на это, вот такие предохранительные меры были. И это правильно. У нас сегодня ничего нигде подобного нету. Почему? Да потому что все расхлябано. А если бы сегодня сказали к причастию ни одного не допускать, который не проповедовал Слово Божие, кому-то не рассказал о Христе. Все. И поставить под закон. Я это узнал еще давно в армии про это. И в лагере я ввел никогда у нас в лагере не из-за греха, просто это не полезно для человека. Молочное, мясное, вот Сергей Павлович знает это. Бери то или другое. Мы бывает иногда батюшка дает мясо, мясо есть, а в это время молочное варят, но уже одному человеку это не даем. Почему? А вот любое сокращение себя, любые рамки, они нам полезны. Тогда душа расширяется шире. Я делаю это для Бога. Это мне еще помогает даже больше. И вот здесь про этих говорят, а вот там-то тогда-то где-то не делать ничего. Вот если он где-то был и приехал, его здесь не было, на первый день Пасхи можно его обстирать. Допустим, подобрали его где-то, в овшах весь его грызут ши. Тут уже надо разумным быть. Все. И в первую неделю Пасхи, воскресенье можешь баню истопить и помыть его, освободить от шеи. А если живет человек здесь, все про него знают, а чего ты ради это воскресенье будешь трогать? Воскресенье для посещения больных. Больных посетил, побеседовал, рассказал, что у тебя есть, разузнал на неделю, запиши заранее. Не надо сбивать на воскресный день. Так что и объяснение правильное. Это Оля Симоненко говорила? Да. Ты права. Заранее пенсионеры могут все это узнать и делать. Вот у нас ничего не разрешается делать. И мы от этого не потеряли. Мы свободны. В воскресенье в окрестные селы все время ездили на благовесие. У нас разрешается что? На берегу посидеть с родственниками, с детей взять, отдохнуть, сходить по ягоды. То есть вот это вот это отдых. Он для души нужен. А остальное потом никаких. Работа закончена. В понедельник продолжаем дальше. У нас если двунадесятые праздники, можем не работать, а можем и работать. Можем. Тогда, когда это явно что принесет большой вред, если не будем работать. Допустим, у нас фермер есть Игорь. Ему это разрешается. На литургии побыл, пришел позавтракал, садится за комбайн. Вся неделя была сырая, а тут подсохло. Ему надо убирать. Такого не было, как нынче. Стоит погода, самые-самые ленивые, все убрали. К слову сказать, урожай просто невиданный нынче. Хоть второй склад строй. Сломают старые жительницы, построю новое. Ищ меня. И в четыре раза больше урожай, три колоса растет. До того удивительно, как у Исаака тогда было, стократное урожай. Все завалило, и на улице бурты лежат, и не успевает сушить, и закрыть нечем. И гречка, и я шагами измерил, на улице только лежит около ста тонн. так у него немного еще пашни, так это только пшеница, сколько ржи, гороху. Бога благодарите, все благодарят, он убрал все сейчас, все, только вот, чтобы теперь не погибло уже собранное. Обычно до самого снега, и бывает под снег уйдет неубранное, а нынче все убрали. Благословен Господь, он соблюдал всегда, а нынче уже воскресные дни, и выходили они, боялись дождя. Это неправильно, все годы мы 26 лет не разрешали, а нынче отступились. Но евреев как строго соблюдается это. Я читал только, говорили, газета за рубежом, что в субботу движение субботний день, а приехали там пенсионеры разные, они любят паломничать в Израиль-то, и на машину едут. Да каждый ребенок, каждая бабка хватает, говорит, камень и бросает в машину в субботу. Все остановилось. Один ресторан пищу разогревать решился, предупредили. Они снова такой бойкот оказались, говорят, под нуль завели. В субботу. Вот адвентисты седьмого дня, я сторожем, и он сторож. В субботу. Но он решил в пятницу все приготовить, холодно же, а в субботу зажечь. пришли братья, посудили и не разрешили зажигать. Не разрешили. А я не могу замерзнуть, уйди с работы. Вот эта строгость, она настраивает на серьезное отношение с Богом. А у нас, видишь, как вот священник, он сказал, а ты почитай, заряди там Константин Пархоменко, что вы не верьте, что Ветхий Завет, это басни, это евреи придумали, это священник прямо с капитр говорит. И нынешний как антихристом уже нельзя его назвать. Какой ему он заповедь нельзя, он все извращает и все официально. А потом махнул рукой, я ухожу к протестантам. Такие были там, запретили сначала их, а он ушел, ему нужды нету. А он сегодня баламутит народ. Это еврейские сказки, это они придумывали, никогда они там в плену не были, начальниками не были. А ты научись благоговеть, исследуйте Писание, это речь идет о Ветхом Завете. Все Писание Бога духовновенно, он лжец стоит. Вот так. Строгость никогда не помешает, не работает. Да, Теханович, по поводу суббота. В православной церкви в субботу, как правило, есть литургия, и вечерняя, и утренняя литургия. И утром в субботу служба, потом и вечером, ну это уже вечером, это вечерняя, на воскресенье идет, а получается, это уже начинается в пятницу вечером служба, которая на субботу. А получается, а вы говорите, что можно в субботу весь день работать и до 12 часов. А потом все, воскресенье, день святой. Ну как, получается тогда люди пренебрегают полностью субботой. А почему тогда в православной церкви суббота на тоже освященный день, и если в монастырях, то там всегда служба. Ну да, где-то в приходских таких храмах, где обычные имеляне, там может быть, да, они отменяют, а у монахов строго суббота всегда служба. Как вы это объясните? А тут объяснять так. Одна половинка божественная, другая для плоти. По плоти мы работаем, а духовно у них начинается не с 12, а с 6 вечера по еврейскому времени. Вот поэтому в пятницу вечером уже земные поклоны не делаются ради почтения к субботе. А в воскресенье вечером, вечером, вечерняя служба идет, уже становимся на колени. То есть, богослужебный чин, он идет по другому расписанию. А что для плоти работаем? Вот как вы сказали, до 12, так и делается. 12 уже нет. Вот после 12, если священник что-то ел, пил, то службу вести он не может завтра литургию. тут уж в виде рассказы говорят, священники сидели, разговаривали, там, выпивали и прочее. А потом смотрят, уже полперу один говорит, вот тебе на азатр литургию-то как служить-то? Да вот так, так как так. А смотрят, там один под столом лежит, а отец-то Василий давно упал туда, говорит, да еще полдвенадцатого было, ну вот ему и служить. Он после 12, это в рот, ничего не брал. Значит, за это стоят строго. И так надо придерживаться этого. О таких вещах даже не спорить, не надо ничего. Зачем? Это ничего не дает. Субботу уже богослужение воскресное идет. Почему? Так и есть по-еврейски. Разница в 6 часов. По времени не... Игнать Тихонович, правильно говорите, но тогда, если люди идут на работу, они пренебрегают полностью субботним днем. Они где-то там на рынке, они где-то там хлопочут перед воскресным днем. Получается, суббота полностью тогда пренебрегается. В работе, в работе. А по-божественному посты, поста в субботу даже великий пост нету. Я еще раз говорю, то, что касается пост, молитва, то полностью соблюдается суббота и воскресенье. Они идут в паре. И на это канон есть особый. Его только, кажется, выбросили этот канон. И в книге правил нет этого сейчас послания канона апостола Павла отдельно, отдельно Петра и Павла. То есть это другое, как вот Первый Вселенский собор. Там, допустим, раба принимать можно, нет, монахи, нет, без согласия господина. И вот такое. И, допустим, мирянин может ли проповедовать? Может, если благочестивый образ жизни и хорошо знает Писание. И может в храме. А потом запретили. Это они выбросили все. Это еще Оригена-то хорошо обговаривал. Вы говорите, говорит, неправду, что нельзя мирянину... Я проповедую при митрополите, но я не, как бы не мирянин, чтец, меня специально для этого рукоположили, чтобы мог говорить проповедь при епископах. А до этого я ни разу на это не посягал. Батюшки нету. Я не могу слово сказать. Мы тогда в трапезную переходили, столы поднимали, убирали, и я тогда говорил проповедь. Я ни разу на это не пошел. Да мало ли, что принято. Нет, я православный. И все. пятница. Еще нет. Капуста, картошка, да вода. Ничего нужды нет. Лишнего живота нет. растительного масла нету. Нету, по уставу. Нету и не надо. И дети вот 45 лет в начале детского лагеря и мы ни разу не нарушили. Сергей Павлович это знает. Вот это парисейство. Ну это твое мнение парисейство. А мне это полезно. Я православный, говорю это. Ну и добавлю слово такое, без дураков. Если я назвался, значит все. Я тщательно должен узнать. В субботу вечером служба идет воскресная. Вот. Все равно для меня до конца непонятно в том, что в так называемых приходских храмах, где, скажем, только одни миряне, где нет монахов, получается, если все хлопочут в субботу перед воскресным днем, то и литургии незачем проводить. Получается, и в основном я смотрел, сколько было расписания богослужений таких в обычных таких приходских храмах, где только миряне, там службы нет, только воскресная. А в монастырях везде служба есть. Ну, а монахи, они-то никуда не деваются. Даже если никто вот здесь вот в русской духовной миссии, во всех храмах всегда в субботу служба. Нет такого, чтобы в субботу служба не прошла. Но они монахи там, они никуда не денутся, они должны прийти на службу. Вот. Поэтому даже если никто там из паломников каких-то, или еще кто-то не явится, служба не отменится, потому что всегда присутствуют монахини, которые и там и притещаются, и на службе, и они все время там. То есть, получается, суббота пренебрегается мирянами. То есть... Нет, Евгения, Евгения, вот у нас в Барнауле община, потеряевки, батюшки нет, он уехал на месяц. Служба все время идет. Ни разу пропуска не было ни разу за 27 лет. Это от людей зависит-то. И на это не надо обращать внимание даже, ну, что они не исполняют побеседовать, поговорить. Батюшки нет, а среди недели двунадесятый праздник. У нас накануне там праздник, литургии, конечно, нету, но богослужение идет. А раз батюшки нет, я выхожу на проповедь. Нет, я так понял, Евгений имел в виду утреннее, субботнее богослужение, литургии. Нет, вечернее, только вечернее. Утреннее? Именно саму утреннее, субботнее, которая вот для литургии, евхалистической литургии. Нет, нет, нет. Это указания на это нету. Вещернее, вечернее. Суббота и воскресенье утром. Вот это все строго обязательно. А про субботню... А пятница получается вечером и субботу утром это не обязательно получается? Ну, если есть, если они молятся, пускай молятся, хорошо, не обязательно. Нет этого. Это нету ни в наказаниях, ни в канонах, нигде нету. Два-три раза презревшие воскресные богослужения отлучаются без уважительной причины. Про субботу вообще разговора нету. Вообще нету. Никак. Так что лишнее брать не надо. У нас нету. Это надо узнать у монахов. Почему тогда они строго следят за субботой и всегда субботняя служба, никогда у них она не отменяется. Ну пускай никто же не... Слава Богу, что... Не только у монахов. Даже вот это у нас маленький город, Новомосковский, 70 тысяч. Центральный Троицкий собор и идет каждый день. И утром, и вечером. Но и священники же есть. Священники же есть тоже, получается. Вот это как в монастырях идет утром и вечером, но только обязательно за утренние. Монастырях завершили за утренние, а там в 6, потом в 9 или в этот... То есть три службы в день идет в монастырях. А у нас две. Утренняя, литургия и вечерняя. Литургия и вечерняя. Как центральный собор, да. Та же самая в Днепропетровске, тоже Троицком идет этот... Ну утренняя и вечерняя, каждый день. А еще такой вопрос. Есть мнение, что если я в воскресенье работаю, а оплату не беру, то это не грех. Ведь грех только если на себя работаешь за деньги. А если добро делаешь там человеку и он попросил тебе что-нибудь помочь, ты ему сделал, то грехом это не считается. Как такое мнение? Ошибочно оно или нет? Нет, добрые дела можно делать всегда слышал такое. Что можно делать, но если человек просит, тем более знает, что ты церковный, да. Вот скажем, что у меня, например, знает, что церковь живет, то есть и знает, что обманут. Приходят там деньги, просят или что, да, берут. А этот слышал такое, что добрые дела можно делать всегда. У нас принято, как бы, ну, разрешение у ведущего спрашивать, места не говорит у нас никто. Игнат Дихонович, ответьте на вопрос. Так уже обсудили, зачем время тратить-то, иди дальше. Все понятно. Мы выслали свое мнение, иначе только спор один будет. Зачем дальше-то? В воскресенье, вот о чем Ольга Николаевна говорила-то, не работать. Но бывает такая нужда что-то, там шифер сорвало ветром, тут уже вопроса нет, дождь идет. Ну, маленько головой надо, говорит, соображать-то. Больше ничего нет. Бывает срочность, что врач-сторож и пасет скотину. Вот это выходит за рамки. И в Ветхом Завете в субботу работали, в Ветхом Завете было обрезание в восьмой день, когда падало на субботу, и они невиновны. Хотя в этот день разводят огонь и колют дрова, Иоанн Златоуз говорит. Потому что женщину не по расписанию родит, а когда придет время. И попадает иногда в восьмой день на субботу. Все вопрос решен. А монахи молятся. Пускай молятся, все, у нас нигде нет. У миряных, где я знаю, ну, где никогда не было. У них больше заботы. А у монахов чего забота-то? Ждать, когда еще принесут. А в воскресенье у нас все чинно, все до одного в храм идут. Все спокойно. И сразу после этого у нас трапеза, занятия идут каждое воскресенье. А это же не везде так. А потом идут на благовестие, Евангелие раздают. Мы говорим об этом. Все, отошел. Евгений Павлович, еще вопрос можно? Да. А если у евреев нельзя разогревать пищу в субботу, а едят ли они в субботу? Или холодные, наверное, да? К Евгению может быть вопрос. Ну, у них такая пища, они как делают? Они в пятницу вечером, то есть не в пятницу вечером, а в пятницу утром, днем перед субботой, потому что суббота же с вечера наступает. Вот сейчас вот у нас пятница, да, вот сейчас темнеет, у нас сейчас три часа. Все, в шесть часов степнет, все, суббота началась, все, с вечера. И поэтому и это богослужение-то церковное с вечера начинается. Взято это с иудейского, да? А как они-то, значит, допустим, в пятницу утром или днем, они готовят? У них специальные есть сегодня такие, ну, как это сказать тебе, ну, духовка такая, печка, они туда, в эту духовку, они туда, можно режим такой ставить, чтобы она поддерживала температуру. И все, они эту пищу кладут туда, и она у них постоянно поддерживается, в общем, до субботы, до вечера. И поэтому в субботу, в субботу утром, они подают горячую пищу, но в субботу они не готовят ничего, к пище не прикасаются. Вот, они должны эту пищу, которую они будут есть в субботу, приготовить в пятницу. Вот так вот. У них с этим очень строго. Поэтому, да, нет, холодное не едят. Уже специально уже такие блюда есть, уже все это у них... Ну, я знаю, чтобы понять. Еще вопросы. Час прошел, пожалуйста. Точнее, Сергей, уточни, можешь сделать? Можно. Слышишь? Погромче чуть-чуть. Погромче чуть-чуть. Сейчас, сейчас. Уточнение небольшое сделать можно? Стою, кальмай. Да, пожалуйста. Я насчет коленопреклонений. Коленопреклонение начинается, заканчивается в субботу вечером, но не в пятницу вечером. Вот канон. Яков, в субботу, по вечеринам входит священнослужителей в алтарь, по принятому обычаю, никто не преклоняет колен до следующего воскресного дня вечера. То есть, в субботу вечером, да, в воскресенье вечером коленопреклонения запрещены. А в пятницу вечером можно коленопреклонять, и в субботу можно. Такого канона нету, чтобы в пятницу, в субботу нельзя было коленопреклонять. Это 90-е правило Шестого Вселенского Собора. А кто сказал, что в субботу... Игнатий Тихонович сказал, что в пятницу вечером уже колени не преклоняем, потому что в субботу. Суббота святая, да? Ну, а по канонам такого нету. Это чётко я знаю, что в субботу вечером это воскресенье начинается. Кто воскресный вечер? В пятницу вечером, в субботу нельзя коленопреклонять. Надо уехать и тихо, он ещё почтит, откуда он знает. Ну, может быть, просто он это, как бы, сказать, ошибся случайно, и всё. Про завори. Так, благодарим. Игнатий Тихонович, вы откуда про коленопреклонение, что в субботу нельзя вкладиться? В пятницу вечером. Это устав, это, там, новая скрижаль, везде это описано. Субботы и воскресенья идут в связке. Растительное масло, великий пост разрешается. И точно так же коленопреклонение. И прям объяснение даётся. Колени не преклоняем в субботу. Почему? Игнатий. Чтим её. И воскресенье объясняет, потому что Христос восстал из гроба. Вот. Другого объяснения нету. Суббота и воскресенье на равных идут. По пище и по посту, по коленопреклонению. Всё. Игнатий Тихонович, в субботу, по 90-е правило Шестого Вселенского Собора, яков, в субботу, по вечернему входит священнослужитель в алтарь, по принятому обычаю, никто не преклоняет колен до следующего, воскресный день вечера. Про пятницу разговора нету. Подожди. Не о пятнице речь идёт. Я говорю, в пятницу, и вечером наступает суббота. И уже коленопреклонения не творятся. Ну, вы услышали, всё, я больше пояснять не буду. Ну, это неправильное мнение. Субботы вечером до вечера и воскресенья. Чётко написано. Ну, это в точне субботу, тот не поклоняется, не преклоняет колени. Начинает у них с пятницы. Как с нас на святой вечер субботы на воскресенье, так у них с пятницы на субботу. Ну, субботу, вот у нас субботу ведёт богослужение, потому что поминаю не усопших. Литургия постоянно. Ну, это для того, чтобы поминать усопших. Прочитаем субботу, но уже как прошедшую. То есть это воскресенье, оно выше. А почему именно в субботу поминаю не усопших? В чём это связано? Ну, так принято в православной церкви, что суббота – это поминаю не усопших. Да, ну да, это поминаю не суббота, что не слышали никогда. Я слышал, я говорю, с чём это связано? С тем, что суббота был во гробе, он как бы находился во сне, то есть в смерти пребывал? Вы с этим связаны? Выпейте, в интернете выбей, и получишь ответ, почему так. Почему в субботу именно по именению усопшим идёт? Ну, при чём тут усопшие-то? Какое отношение? Речь не о колене преклоняется или нет? Нет, сейчас не о колене, а именно почему усопшие. У меня вопрос тогда к Игнатию Тихоновичу. Пожалуйста. Так, Игнатий Тихонович, вот православные утверждают, что рождение свыше происходит, начало ему положено в крещении и не имеет конца. Сектанты все говорят, что не в крещении, а до крещения. Крещение тут ни при чём совершенно. А можно ли, допустим, вот поэтапно разбить, так сказать, начало уверования, покаяния, крещения, что это один и тот же, один, так сказать, процесс вхождения человека в церковь. И оно заканчивается через возложение рук, ну, и миропомазание сейчас. Как объяснить православному, что рождение свыше в крещении может и не быть, а протестанту, допустим, сектанту, что без крещения в церковь невозможно войти. И крещение именно должно быть получено там, где имеется церковь Христова, а не самозванная. Что значит самозванная? Ну, сектанты, они называют себя церковью. Ну да. Я их называю самозванцем, потому что они не церковь. Ну да. Поэтому я говорю, что, когда я им говорю это, что только в церкви только может быть настоящая крещение. И без крещения нет никакого рождения свыше. Но, однако, крещение это не есть само по себе рождение свыше, потому что очень много крещеных, которые совершенно, ну, видно по делам их, что они не рождены свыше. А православные утверждают, что, вот, пишет это, Петр Михайлов, рождение свыше – это процесс, который для человека имеет начало крещения и не имеет конца. – Нет, нет, конца. – Да вообще. Значит, он не знает это и не получил. Это новый человек. Еще не надо объяснять. Новый. Совершенно новый человек. Вот я встал с колен, 27-27, молились там минут 5-7. Я встал, я на себя, который склонился на колени, и сейчас я его презираю, я его ненавижу уже. Все, я его отвергаю, я его хороню. Это не я. 2.38, Деяния апостолов. Вот весь ответ. Что делать? Все. Уверовал. Значит, не просто уверовал, а три ступени. Первое – ты должен признать, что ты погиб. Погиб окончательно, бесповоротно. Выхода никакого нету. Ты умер, ты мертвый. Ходишь в церковь, я все признал себя умершим, и умрешь, сегодня в ад пойдешь. Вот это первая ступень. У православных все это сглажено. А вот у сегтантов это более четко показано. Он сразу, кто желает покаяться, да, я как из ада выхожу, он выходит, кается. Покаяние везде, где тебя только застанет, Дух Святой. Это первое. И дальше уже разговариваем мы с мертвым, когда он признал это. Выход только один. Возмездие за грех смерть. 6.23 в Кремленном. Смерть. 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 И вот это проникновение в смерть нету у православных. Нету. Ну, как-то маленько, ну, там, что-то буду. Воцерковление слово-то откуда? Это одно из самых поганых слов. Нечеловеческая хитрость. Какое воцерковление? Что это? Научиться свечки ставить, а это все как раз подразумевается. Нет этого нигде. Новые слова придумывают. Когда человек признал, признали себя грешниками, да, я погиб. Спаси меня, он тонет. Второй этап. Возьми за грех смерть. Как я умру, когда я мертвый? Поэтому он пришел, Христос Спаситель. Вот Агнис Божий, 1,29, Евангелие Теяна, который берет на себя грех мира, а ты должен поставить себя, златоуцкаль, сказать, мой грех взял. Вот ягненок, которого приносили в жертву, он напоминал о мессии грядущем. Ранами его мы исцелились. Мы ни во что ставили его. Ты веришь в это? Да, я верую. Веришь в это? Покайся, попроси его, чтобы он занял храмину твою. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. У православных-то это нет. Он обставлен разными-разными атрибутами. И не доберется до Христа. Вот этот преобразующее время фильм так очень четко показывает границу. Это не знают. Вот об этом сейчас я вам рассылал материал Петра Мещеринова, игумен Данилова монастыря. Я, говорит, 30 лет тщательно соблюдал по силе и сверхсилы все соблюдал. И посты, и все. И ничего, кроме вреда, себе не принес. Я рассылал. Это сегодняшний человек с нами живет вместе. Ему Бог это открыл, а другим не открыл. Почему? Потому что Христа скрыли. Христос – центральная фигура. Христос – солнце. Ничего этого нет. Не понимают ни этого. А вот давай Матрону, Ксении там. Вот сегодня я слушал там вот это юродивый, что молитвы никто не отнял. Они делали так, все это придурялись, а даже в комнате по-тяжелому ходили. Там вонь была, чтобы людей отбить. Ну что это? О чем речь идет? Где это видно? К чистому чистое, к нечистому нечистое. Юродивый. Где вы нашли? Юродством проповеди. То есть юродивыми, то есть безумными. Считал мир их, но они не придурялись. Они говорили, умер он, умер за меня и воскрес. Они говорят, что он городит-то? Кто может это слышать? А уж они любили там послушать-то. Когда Павел начал говорить о Христе и воскресении, какие-то новые божества. Воскресение, Анастасия. Они подумали, что богиню проповедуют. А они с удовольствием слушали. До момента Стефана тоже слушали, пока он не сказал. Они слушали всю историю Ветхого Завета. Вы распяли его. И сразу же крик поднялся. И у Павла так же было. Он историю всю им... И все сказали. И Господь это же самое. Говорил, и благодать исходила из уст его. А он сразу вопрос поставил. Почему в Израиле столько было прокаженных, а именно и тот пришел. Нейман. Сирьянин. Почему столько вдов было? А почему в Сарепто-Сидонскую он пошел? То есть язычники оказались впереди. И они, говорит, тут же его схватили и решили свернуть с горы, на которой был город. Вот и все. Православные не знают. Им нужно... А что делать? Полностью закрыть храм. И во дворе начинает работать. И человек обращается. Он человек ходил, молился. Я говорю... И Бог открыл сердце. Два священника. Один из них угумен. Они сразу же вышли к народу. И говорят, нам открыл Господь. Мы в храме стоим. Мы не верующие были. В храме. Приносят покаяние перед народом. Я видел это все. Видел. Могу сказать, где, фамилии, и все. И вот теперь они начали исповедовать людей. А что делать? Мы-то сами должны выйти. Покайтесь. Покайтесь. То есть погибшие. И... Да. Что? Крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Вот это рождение свыше. А может оно сразу быть? Только сразу и есть. Рождение не может продолжаться месяц или два. Нет. Оно есть или нет. Если рождение затягивается, рождающий умирает. Зачем крещение должно тогда? Если рождение свыше сразу было. Я еще раз говорю, это нераздельно. 2.38 Деяния апостолов. Что нам делать, мужи и братья? Что делать? Ответ один. Покайтесь. И да крестится. И как? Мы приняли. И тут же крестились 3000 человек сразу же. И Дух Святой сошел. Но порядок иногда меня в Бога Господь. Говорит, почему? Это начало. И Петр говорит в доме Корнили, когда взял 6 свидетелей, его начали упрекать. Опять же, евреи-то, которые держались закона строго. Ты ходил к язычникам и ел с ними. Он говорит, а как я мог отказать, когда они получили Духа Святого, как мы? То есть, Дух Святой тогда на втором месте было крещение, а потом я допустил до крещения. Это все объяснено. Епископ Виссарион подробно это все описывает. То есть, получается, что, допустим, человек уверовал, покаялся, но идет оглашение проходит. У него проходит, может, даже год, два, три. Да, а рождения нету. Это один процесс. Это не рождение, его приводят к этому. Нет, Игнатий Тихонович, я говорю, он оглашенный, вы как говорите, у нас три года проходит оглашение. Да. Но он еще не крещеный. Да. Он крестился, значит, это процесс рождения свыше закончился. Не закончилось. Теперь получить Духа Святого. Вот это меропомазание. Возложение рук. Да. Их получите, дар Святого Духа. Вот о чем Феофан Затворник подробно говорит. Очень подробно. Если человек испытал, ему даже говорить не надо. И вы не будете иметь нужны, чтобы кто учил вас, вы все будете научены Духом Святым. О чем речь идет? А можно ли нельзя курить? А можно ли еще тогда... Верующему не надо это говорить. Он нутром это чувствует. Внутренним Духом. Я не считал этого никогда. Я вот сегодня покаялся. И мне сразу в этот же день все открылось. Я теперь учу 55 лет, и как будто бы только углубляешься в этом вопросе. Я знал, вот это сказал тот-то. Я никогда не считал подробно Исаака Сириянина. А теперь вот Симеона Нового Богослова. Я нашел еще больше увидеть в себе грех. Но ничего нового мне уже не открыли. Мне просто открыл Господь. Открыл дверь. Свет осиял. Я хотел молчать. Первый же вечер. И на корабле сразу стал говорить. Все, меня перечеркнули. С ума сошел. А у меня в книге для Слова Божьего нет усы. Там характеристики какие давали. Я учусь в мореходном училище. Все перечеркнул Господь. Тебе ничто недорого. Мне Бог положил на сердце сразу в момент рождения, что будет бить сатана. Первый стих, который я запомнил, Евангелие Тиана 8,44. Я первый раз считаю. И он у меня сразу высветился, как молния. Всякая ложь от сатаны. Все перечеркнул. Он лжец и отец лжи. Теперь сравниваю. Все, что идет не по писанию, ложь. Мы ложью покрыты. Вот Петр Мещеринов об этом все и говорит. Подробно. Игумен сегодняшний, он не просто, а он председатель братства молодежного по всей Российской Федерации. И вот теперь я, говорит, понял, что потеряли Христа. Потеряли. Обложились чем угодно. Вот Григорий Петров, который написал о Капе, слава Богу за все, он об этом и говорит. Строили, строили. Уже и храм они, видать, все пристройки одни. А храм Софии-то где? И поэтому, когда Пашков начал проповедовать, ну, там, Рябошапка-то, для людей было как откровение. Все ехали туда и не понимали даже, что это не православное. Феофан Затворник там бил тревогу, а я говорю, поздно. Он тогда сам написал, поздно. В первый раз услышали. Редсток приехал из Англии. А это уже 19 век. 20 век уже идет. Как будто первый раз о Христе услышали. Там, говорит, пролеток столько было в Санкт-Петербурге, там, за несколько квартов проехать нельзя было. А он ничего не говорил. Он говорил о Христе. Он никуда не звал людей, ни против икон, ничего. Он просто говорил о Христе. И Лев Толстой в воскресенье роман это описывает. Вот если человек пережил, ему ничего не надо больше говорить. Не надо. Он спорить не будет. Я сказал один раз, что в субботу вечером уже колено преклонений творятся. Он говорит, что она... Это ваше дело. Я сказал. Вы к этому придете. Это и так понятно. Нет, я не вам говорю, Михаил Михайлович. Я конкретно говорю. Кто, если не знает. Везде об этом. И это говорится и в пище одинаково. Любой календарь открой. Суббота, воскресенье на равных. Разрешается растительное масло. Все, поста нету. Одна суббота в году только постная. Перед воскресеньем Христа одна. Во весь год. А пост это означает что? Скорбь. А тут нет поста. Нету. Они... Вот это воскресенье. Они в связки идут. И колено преклонения в пятницу вечером уже не делаются. А воскресенье вечером делаются. Уже понедельник наступил. Здесь по церковному. Не по 12 часам. Я сказал это абсолютно точно. По канонам не так. Но я говорю, как это было и как есть. И сегодня это везде говорят. Каноны. Я посмотрел каноны. Которые. Сверял, сидел каноны. То неправильно их переписывают, то выбрасывают. Оглашены, извините, во многих храмах сегодня не считаются. Литургии златоуста-то и нету. Слово оглашены нигде по канонам не исполняется. 10 лет аборт. Правила Василия Великого первое. Второе. Где оно? Нигде нету. А нарушаются. Не просто нарушаются. А умышленно. 413 правил попирается. Здесь я с вами согласен. Да. Значит, это Игнатий Игнатьевич Православный заменили рождение свыше воцерковлением. Да. Вот как еретики какой конфессии, какой деноминации. Они заменили слово ересь. Подменили. Закрыли это слово. Не надо спрашивать какой. Вот сейчас вышла брошюрка. Мне сейчас принесли. Дворкин учит. Ну, коротенько. Допустим, свидетель Иегова встретился. Ну, лжесвидетель. И какие вопросы ему, как задавать. Он мирской человек. Совершенно ни одного вопроса нет. Он не практик. Вот правильно все. О женщинах я тут материал разослал. О мусульманских женщинах говорит Андрей Ткачев. Все правильно. Но он теоретик. Он не договаривает, что вы виноваты, что такие женщины. На вторую букву алфавита. Вы. Максим Степаненко там все это озвучил. И что с ним сделали? Вышвырнули его. Ты никого не бойся. Никого не бойся. Боязливых учились в Осире Огненном. У нас потеряевки живут старобрядцы. Поп ничего не проповедует. Не говорит. Ну, ни с кем не молись. Потом не ходи на занятия. О Христе идет. Они сидят дома. Причем отлучают причастие. Более страшные лжи не было. От причастия нельзя отлучить. Отлучает грех. А не молитва. А мы никоньяне. Какие мы никоньяне? У нас им молятся двуперстые. Духа Святаго Господа истины. Все считается-то. А он, а этот, на Берсеневке-то, отец-ягумен Кирилл Сахаров-то. Он нас уже там алфеев с ним. И шапки, и лесовки. Все старобрядческое. По старым книгам. Все старобрядческое. Но они из московского патриархата не уходят. Это самое правильное. Самое правильное положение. Ему Бог положил. Вот это правильно. И тогда гонения нет. И тогда близость. Зарубежная церковь принесла покаяние загонителей, которые гнали старобрядцев. А эти с места не сбегаются. Да, и боятся. Вот старобрядцы у нас там свои там. Сестра. Все сразу отлучают. А куда это да? А их там пять сыновей. А Андрей, который стоит у стенок. Он говорит, я сразу обрезал это все. И все. И больше к нему претензий нет. Я говорю, что вы боитесь-то? Нигде не написано, что если он самодуром меня отлучит от причастия, я погибну. Нет этого нигде. Нету. И поэтому ты его не бойся. Причастия нет. Мария Египетская. Сколько раз причащалась? Причастие не спасает. Еще раз говорю. Оно не спасает. Этого нет нигде. Написано, не будет иметь жизни. Жизнь не там иметь жизни. А здесь еще жизни нет. А здесь жизни нету, и там ее нету. Это жизнь, кровь донора. Грубо сказать, если так. И вот начинает. А здесь так. А эти. А, старообрядцы-раскольники. Молился. Пап тоже обрицает. Я тебя отлучу от причастия. У него права нету. Об этом говорится 19-19 второзаконие. Незаконное отлучение падает на отлучающего. А он самодурствует. А они перед ним горбатятся. Еще не надо бояться. Это твое дело. Ты можешь отлучать. Батюшка наш там стучил в Истелькуле. В Тобольске служил архиерей. А старые-то стали жаловаться. Они, говорит, крестят полное погружение. Вызвал архиерей. И сказал, не делать. Это дает соблазн. Соблазн, правильное крещение. Ну и стал грозить. А у батюшка, у него с тобой там чемоданчик. Сейчас он открывает, а у него мастерок. Он мастер. Каменщик. Его среди каменщиков соревнования был. Еще молодой. Я, говорит, пойду, храмы строю тогда. Архиерей отступил сразу. Что вы боитесь архиереев-то? Интересно. Отлучит. Я буду правильно крестить, отлучит. Я говорю, это как раз и надо, чтобы отлучили-то. Тебя от другого сто. Тут что-то будет? Они я нового не отлучили, нигде нету. Вот сейчас поехал Сергей Игнатов. Священник крестит. Ребенка погрузил до головы. А дальше ладошкой нагло, чтобы не утопить. Да кто когда утопит-то его? Когда нырнул... Это секунда одна. Как он может умереть или что-то? Ну то есть сатана. Сатана в купель залазит вместе. Осквернение. Есть. Я, говорит, прошу, стою. В полное погружение нет. Ну не могу его рукой давнуть-то туда. Повторяю, у старообрядцев ни единого человека. А потом старообрядцев больше 50 толков. Без пополосы. Но ни один баптист, ни старообрядец, никто не крестился ни в полное погружение. Ни свидетели Игова. Никто. Только вот эти, которые исторически идут. Почему? А здесь самое ценное. Поэтому все искажает сатана. А венцы на голову не надевают. Венечания-то нету. Такого не бывает, чтобы венец не надевать. А какой венец-то, если не надетый? Тайна есть по венету. Говорит, рядом 20 человек стоят, слушают. А человек поэтому боится. Кто не причащался? Кто не причащался? Ну еще, кто не причащался? Священник стоит. Она не крещеная подошла, причащилась. Что ты делаешь-то? Я подумал, он на меня смотрит и говорит, но я не причащалась. Он даже не спросил, что она не крещеная. А другие выходят, плюются, выплевывают. Что-то мне в рот попало. Вы не знаете, может, все эти подробности. То есть безумие. Безумие страшное. Игра причастием. Там самая страшная игра на земле. Пить можем вместе со старобрядцами. За это ничего нет. Гуляют вместе. Все вместе делают. А как умерли, два кладбища потеряются. Мирское и старобрядческое. Вот и весь циказ. Не бойся его. Он ничего тебе не сделает. Он отлучит. От чего он меня отлучит? Кто отлучит от любви Божией? Скорбь, теснота, попы, епископы. Ничто. Ни широта, ни глубина. Апостол Павел это предвидел. Вот до причастия не допускать за грех. Последнее куп настояние. На четыре части разбивается. Припадающие, слушающие, куп настояние. И тогда только уже плащащие там первое за дверями. Были такие, как каноны, есть, которые 30 лет отлучают. 30 лет. Это те, которые со врагами соединились и показывали, где христиане, которых арестовали и казнили. Вот за это. И самый страшный грех, это когда с одной епархии епископ на другую что-то взял. Покаяние даже при смерти не давать. Они канон этот прикрыли. Я работал дониконовскими, сеосевскими канонами. Они блюдут свой порядок, чтобы нигде ничего не было. Ты никого не бойся. Это первый шаг сделай. 3.10. Иаиля. Пророк Иаиля. Туда, Господи, веди твоих героев. Туда веди. Канон это, я так понимаю, что для тех, кто рожден свыше, такие строгости, что он рожден свыше, все, они ничего не сделают. Рожденный свыше, мы считаем, я говорю, вы верите евангелисту Иоанну. Первое послание Иоанна, 3 глава, там 18 стих, где он пишет? Это 5 глава, 18 стих. Рожденный свыше прямо говорит, верующий в Сына Божия, не может грешить. Не может. А дальше говорит, не грешит, а тут и не может. Сегодня православные в это не верят. Как грешный, супергрешный. Кого это привлечет? А кому ты нужен, грешный? Вот они разговаривают между собой. И задает Андрусенко. Ты разговариваешь. Кто ты, где находишься в церкви? Кто святой? Он не может сейчас сказать, кто. Уверовавший Христа, омытый кровью. Вот грешники, мы все грешники. Грешники по природе. Но мы искуплены, мы святы. Будьте святы, как я свят. Павел пишет послание к Коринфянам. Говорит, у вас блудодеяние, которого у язычников не слышно, а приветствует их святым избранным. Мы святы по жертве Христа. А по немощи плоти, я подумал где-то, это согрешение. Где-то я молился, а он блуждал, согрешил. Но грех греху разница, конечно. И ничего люди не понимают и не разъясняют. Рожденный свыше, а он лжи верит. Вот у меня бывало одни раз священник. Ой, я узнал, да вы не такой. А я столько лет людей против вас. Я говорю, я согласен. Я на тебя ничего не знал. Так я скольких людей на вас натравил. Я лгал им. Я говорю, а ты молился Богу в это время? Ну да. А поднимал руки? Поднимал. Ну я думал так, чтобы такие... Да ты думал, я понял. Почему тебе Бог не положил на сердце, что ты лжец? Что ты слуга дьявола? А ты в алтаре стоял, руки поднимал. Я вот один вопрос ставлю. Бог знал это? Знал. Почему Он тебе это не сказал, когда ты молился и руки поднимал? То есть у тебя связи нет с Богом, ты мертвец. Вот и весь ответ. Я твоими словами тебе двери открываю в рай. Я тебя просил. Начинай просить у Бога рождение свыше. И тогда тебе все будет открыто. Вот вчера мне тут человек заходит и... Вот вы ответьте мне, ответьте мне. Я не могу ответить. Как? Да вы же все отвечаете. Нет. Я не знаю этого. Почему? Я не молился. А когда молюсь, практически нет ни одного вопроса, на который Бог не отвечает. Притом по-житейски. Он положит на сердце. А я проверяю местами Писания и смотрю ответ от Бога. Я многого не знаю, совершенно не знаю. Молитва открывает дверь. Благодарение за все Богу. Как есть. Никого не бойся. Никого не бойся. Каноны, они не дают проникнуть в святую церковь всяким развратителям и развращенным. Чтобы они там, как волки лютые, не порезали, не утащили за собой стадо. Да. Вы только так сказали. Вот мы говорили о субботе в воскресенье. Я сказал, я спорить не буду. Я сказал, это так. А который там мертвый канон, давно отменен, может, его нет. По нему никогда не жили. Чаще прищищаться не было, всегда было четыре раза во время постов. Четыре раза в году. А я зато вот, говорит, иные прищищаются один раз в два года. И все определяет готовность. А я никогда не готов к сокрушению сердца. Я не понимаю, люди заходят вот у нас, зайдут и ждешь, ждешь. У меня есть очень короткое. Что я буду наговаривать на себя? Вот где-то есть что-то, я сказал там дальше. Я признаю, что перечисляются грехи, и я в каждом виновен. Я виновен, как Ава Агафон говорил. Я брата как-то возненавидел, а убийца с вожделением посмотрел, прелюбодействовал. Я не оправдываюсь, я прошу милости Бога. Так, что-то там нас побуждает закончить. Закончить. Все же, Игнат Тихоныч, посмотрите каноны насчет этой субботы и пятницы. Пятницы там нет. Ну, я сказал, все. Вы даже в календаре посмотрите, которые сегодня идут. Пища и поклоны связаны вместе. Вместе. А не так, что поклоняться нельзя, а пища разрешает есть. Этого нет. А они вместе связаны. Давайте, помолимся. Достойно есть я, кого истину, Божий Тетя Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога Нашего, Чистнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения с Терафим, Без истления Богослово рушую, Сущую Богородицу Те величаем. Молитесь, Игнат Тихоныч. Дивный наш Создатель, Отец Небесный, Мы предстали перед Твоим величием, Чтобы прославить Твое святое имя. Ты дивно велик. Ты создал человека и дал путеводителя ему Духа Святого. Умоляю Тебя, Господи, Даруй духовное рождение свыше патриархам, епископам, священникам И всем, кто верит в Тебя. Соедини нас с любовью Твоею. Нет иного Бога, только Ты – единый вечный Бог. Умудри нас во спасение, И доведи до желаемой пристани царствия Твоего, И веди в него навеки. Благодарю Тебя за эти занятия, Что возвратил нас в жилища наше. Это милость Твоя. Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Аминь. 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 Продолжение следует...